так ребят сделал стоп старт чтобы врубить а то что то это печаль какая-то вообще по стоп старт а а а а а а Продолжение следует... 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 Прям так, дела-то дотекают. Здесь везде всё прикрыл, соответственно. Прошла атака. Злокие пилды на муверс. Вот до сих пор, сколько лет уже эта проблема у верклосса есть, и до сих пор этот хит повторяется вновь и вновь. Что я имею в виду? Да вот эти на муверс вперёд движения, как бы, непонятные. То есть не может послать через А-клик и куда-то за армию тыкает, на муви юниты идут, отдаются нафиг, получается, порпы и тучают, очень больно. Так, пытается вертолсу вступить. Какая-то печальная уже ситуация, по-моему. Там и шпиль есть, может добавиться сейчас. Мутальские могут добавиться. Ну, это провальная атака, то есть здесь прикол в чём на... Такой билд, должен первая волна зайти, короче. А я чё-то не говорю, первой волны не наблюдаю. Успешные. Всё имутали, что заказано. Так, центре Азилов, тут ещё один Иммортл. Ну, вот мута готова. Так, 133, 150, там с чем-то по лимиту надо заходить. Вердос уже вперёд, он долго бегает, а там уже бейлинги сейчас будут, 16 готовы. Ну, всё, это против бейлингов здесь ловить вообще нечего, скорее всего. Кто-то уже долго, Вердос, соображал, следующее, чем вперёд пойти. Так, сзади мутка пытается чё-то сделать, я смотрю. Так, где вот и заходят, где вот и уходят. Ну, всё, без шторма против такого миксу уже ничего не сделать. Если бы иллюзию вперёд... А, ну, там энергии, там, центре-то не было, такие люди вперёд. Силы спешили подзойти, короче, Вердос уже сличится, вроде неплохо даже получается у него, но... Ну, в итоге новые бейлинги подъехали. Тут на шажок постоянно здорово болит. На шажок постоянно Вердос сзади играет. Был. И в итоге проиграл, вы видели как. Всё прекрасно. И в итоге проиграл. Продолжение следует... 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 И призма далековато от прироста вообще К сожалению, 0-2 Вердос, но Импакт один из самых сильных игроков В этой группе с не самых сильных И это первый матч для Вердоса, поэтому все может норм закончиться здесь еще А вот и Макс подошел, Бичара Надо его хлопать сейчас, короче, по ходу дела Вердосицу А вот и Макс подошел Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Так, Макс Чейз, как это? Чейз, короче Наверное, кто такой Чейз, но будем сейчас Дима Торзок 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо тебе большое Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Принец Субтитры сделал DimaTorzok не слышишь помидора да вообще-то как бы помидор и не особо-то здесь базарит много я так скажу почему да потому что потому что бля с горла печаль вообще бедная собака вот это вот хая вот это вот наглая морда вот это вот чё ты там такой типа бедный бедный собак еще и огрызается бывает когда сразу становится просто выжак он полков его уникально а тут какой твой тарьера врубил какого-то какой-то куда да ну как даша говорила одна из самых счастливых собак в мире где только не бывал куча существовал больше больше чем я наговорил и в области тут бывал много людей с мамой и со в деревню ездит и на реку да меня чей стройте где он там меня троллил вообще я проморгал все исчез на короче что подерживаешь короче турики наши не считаю побывать у вас тогда не нужно как в в в в в в Эволюция Войска Роя атакованы Спасибо, Баварский Косарей 300 надо собирать Я бы то с удовольствием Но как бы Я тебе скажу, что 300 это немало Ну за два месяца Думаю, может быть даже и реально Но я не буду Собирать как бы чисто Все на турик, естественно Если все на турик, то реально Я буду 50 на 50 собирать себе на турик Естественно А еще у меня, блин, проблема в том, что В мае кончится Это партнерка с Гудгеймом После которой Марафона была И 10% еще и Гудгейм будет брать При этом все То есть Дело такое Да, с Калининградом-то вы вообще на противоположных направлениях фактически живете Вот Вердос вообще двухбазовый путь против этого ЗРГ играет С 8 гитов Вот Но я тоже от Камчатки Почти что на максимальном удалении сейчас от Ленинграда Ага Логан написал вред помпе Синсин лучший кастер-мири Играет музыка Мастер-мир-синкер Кажется Ну я же Такой мощный пушит Вердоса до филды. Кривоватый счет. А этот чейс-то, по-моему, американец или кто он, я не знаю. То есть, тяжело с ним. Вердос что-то исключительно. Адептов в арпиду. Сейчас вот сталкер один зашел. На призму поближе привести бы. Ну, какой мощный пуш идет. Надо бы развернуться. Начать нормально контролировать. Что за что-то делать. Пошли еще филды. Файрбол очень сильно напрягает, на самом деле. Откупает Вердос назад, слушайте. Так, просто назад, вперед. Что же уже творится? Ой-ой-ой, слушайте, Вердосу больно. Может быть, вообще, у них стоит перейти. Че, Олег, отдыхать пошел. Надо написать, что Псин Син Не только лучший кастер в мире, а в галактике. В Лечный Путь, как минимум. А может быть, и в соседней Андромеда тоже. Вот. Понял, все, Фрэш. Сообщай, если будет... Если будешь делать небольшой лан в Москве, если ты сообщишь заранее, можем его совместными усилиями... Может быть, он на Файрболе улетел. Может быть, его совместными усилиями немножечко увеличим. Даже мы клантом призовыми там, не чем. Никакая дестабилизатор будет. Будет Вердосу попроще. Кажется, зергам с этим биться. Но... Он только-только первый выходит. Так, давайте пришли. Видит зерг дестабилизатор? Да, видит. Причем Вердосу сейчас отсиживаться не получится. Ему придется агрессивно действовать. Вот, можно призму вывести сейчас сюда попробовать. Не мешало бы строить дестабилизатор по ГДшечке вообще. Сыпать как-то вниз побежали. Ё-моё, какое чудо вообще, что это то... Что это призму выжило, уведите её отсюда вообще нафиг, короче. Вердос в наглую пролетает вообще. Не, все это подтянутся. Но у нас план 8 сентября, короче, призового. 8 сентября турнир сделать, поэтому ты будем собирать вообще. У меня такая надежда собрать где-то на призовой, ну, ну, X2, по сравнению к этому, 1140 будет призовой сделать. Я думаю, что и в Украине будет там мотивация пригнать, если будет окружение, там, кстати, 70-х, я призовую. Так, дестабилизаторы залпы делают. Вердос прикольно, собак, скуку убивает. Но всё, в КД сейчас. Скоро будет выстрел-то, не? Нужны выстрелы, залпы нужны, хорошие залпы, щи. Бах, одного роуча, бля, прошло. Уп, это уже лучше. Это ещё будет лучше. 109, 110, ребят, слушайте, Вердос хорошо бьётся дестабилизаторов, уконтраливай, братан, но куда ж ты их отдаёшь-то, ё-моё. Это ключевые юниты, да он же грызёт их. Ещё один залп, и Вердос переворачивает. Я думаю, что если бы я ВЦ из игры бы мог бы стримить, то такие суммы было бы гораздо подъёмнее собирать, но гораздо легче. Ещё не будет дестабилизатор. Чё Вердос творить-то? У него один остался, он делает залпы. Слушайте, молодец, Вердос как-то укаточку уточку. Пока у меня цель, короче, на Моник собрать 10-5, короче. Закрою с Моником вопрос, и уже там можно будет фактически на туре начинать собирать. В принципе, на Мае есть на поездке, на все, короче. Да нет, флешгрид, если будет план, то будет, короче, летом. Ну, разберёмся с этим вообще. 1-0 Вердос, ребят, молодец. 1-0 Вердос, ребят, молодец. 1-0 Вердос. 1-0 Вердос. 2-0 Вердос. 2-0 Вердос. 3-0. 2-0. 1-0. 5-0. 2-0. 3-0. 1-0. 0. 4-0. 1-0. 4-0. Продолжение следует... 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 Крич, спасибо всем, ребят Болич, спасибо На аммонищик собираем Короче, соберу, будет все ништяк Тогда Будем собирать на лан Хотел я вообще на велик За лет насобирать, но походу Короче, лан сентябрьский все сожрет Короче Вот Да, видел я, да, всю икру Мне больше природа интересна Понимаю, что Камчатка Далеко не маленькая, она гигантская Как бы Чтобы куда-то лететь, там, где вот это Все, это тоже, блин, бабок Немерено и т.д. и тяжело Все, каево Вот, хотя бы посмотреть бы Где вот эти медведи, короче С ними тоже поаккуратнее надо С этими жестиками И океан я тихий Мечтаю увидеть, конечно Вот что я мечтаю увидеть Тоже Потому что, блин, на море Я вообще только в Одессе был На черном единственный раз жизни А открытый прям океан Еще хочется увидеть В общем, ребят, вердос против чейза 1-0 Я не сомневаюсь, что вы бы пришли Но пока, я не знаю, как еще я подумаю Как это сделать, как бы Да нет, я думаю, что Мэджик Там, если, как бы, делать что-то вместе Пошел бы Я просто, ну, думал предложить Типа Чтоб собрали Я там половину, и вон, половину Допустим, 50 кэсов кризового И сколько там на организацию, например, нужно Как бы А там уже, ну, то есть, запилить Кто захотел бы, приехал Ну, это так Это пока Хотелки мои А не реальная тема Так, попытался чейз Что-то подгрызали А тебе сделать не вышло Опа, смотрите, какой у него необычный стиль Покатухи Бэйном То есть, это, возможно, какая-то Линга Бэйна агрессия Вообще, без всего Слушайте, вот против таких билдов Интересно, но если будут Архоны То, ну, вот Наш пилон атакован Я здесь Пилон атакован Пилон атакован Так, ну что, ребята Линги там, линги здесь Загружаться бэйлинги Собираются В Ростов Будешь переезжать Как раз Только недавно Считал статейку Что с Дальнего Востока Как раз На юга люди Основно переезжают Ну, типа что Несмотря на всю политику Демографическую Как-то, ну Как-то и регион-то Все опустеет Что есть, печально Так, шторма еще нет Вейлинги летят Сливай Архонов Хорошо, что Пил Архонов Слить Если бы не успел Сразу ГГ бы было А так Есть какие-никакие шансы Вот Архоны Сейчас проявятся И объяснят Просто всем Десятим церквям Что не надо так делать Швердот отбился, ребят И это было Очень прикольно И как же он хорошо Архонов успел Слить в последний момент Ну и кстати К нам много Тоже приезжают Так что Если будешь думать Скоро-скоро Тоже могу рекомендовать У нас, конечно Не Ростовская А именно В плане того, что У нас не так рано Там весна Лето Не такое Как бы Почва Не такие плодородные Да Но Зима Достаточно Мягкая Умеренно Морской Климат Вот Озер До хрена Как Природа Хорошая Но Бывает Иногда И тридцах А зимой А с нашей Влажностью Это просто Ад Конечно Но Они В последнее время Чаще Плюс Зиму Зиму Хотя 27 Было Недель За Где-то Две Недели Зима Был По Морозам Ребят 2.0 Вердоз Хорошо Есть шансы Вердоз Угл Желает Честь Прикольно Какой-то Манерный Ну что Кто там Дальше На Очереди На Разбор Еще Импакту 0.2 Здесь 2.0 2.2 Вердоз Идет Рыла Засчитать Можно Будет Уровый Уровый Нет Рын Засчитать effор Уровый Лиф Пол Б Panther Б А П П Б Б Б Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дубавил субтитры DimaTorzok Надеюсь реально вот люди, даже приезжие и поражаются Ну вот. Так. Вот, то есть люди приезжают, говорят, ну типа, бля, машин тут дорогих, не во всех городах. Ну понятно, Москве-то в Питере есть, но тут какого-то маленького города, всяких тачек дорогих, до хрена все. То есть, ну часть как бы жирных, а часть вообще как бы людей, ну просто там... ЗП, ну нереально, у меня вот Даша сейчас уволилась, жена, она там в рек-палате, короче, в этой работала, как бы ЗП просто 13, 13-ое, короче. Ну а есть там уход повыше, 15-17, там, которые уже там эти, ответственность несут свою, как бы там еще косичнешься, на тебя еще хату какую-нибудь повесят там, зарегишь, если. Так, бля, это же дичь полную. А всякие риэлторы, ну то есть там риэлтор за одну бумажку, там бабок 50 рублей, допустим, зарабатывает, но я даже не буду тему развивать. Так, почему меня сбросилось везде, бля? Вот это хрень, я не понимаю. Вот. А так, стройки есть, да, военных расширяют сейчас здесь как бы, то есть всякая ипотека там работает, вот эта хрень работает, короче. Вот. Я не знаю. Где варья мало, нет, есть области, где руководство получше, все-таки у нас, как бы, ну, они, по крайней знаку, там руководство, они, по крайней мере, типа, вот, как Белгородская, например, у Майкера, там хоть, ну, приезжаешь, там, как-то и в городе чисто норм, там, везде, то есть, это не только руководство, конечно. Ну, там, как-то, ну, по грамотнее все, а у нас тут прямо, так, нету с первой твердосой. У нас, я просто такие случаи там были, ну, наслышал много. Какой инсайдерский тип информации, че там, как делается, там просто в наглую, очень все делается. Так как и везде, блядь, деньги, там, миллиардами уходят и всякие жирные уроды, которые, там, в пенсионных сидят в администрациях, переписывают имуществ на каких-нибудь, там, знакомых, родственников, хаты себе на халяву там получают, вместо тех, кому положено, они, естественно, ну, так везде, я думаю, делается. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Че, ладно, не будем, как бы, теперь обсуждать, туполе тот начнется, вердос нам шар, в следующей игре нормальный интерфейс будет, что-то у меня сбросились интерфейс, что-то везде, может, из-за московского турнира этого не знаю, ну, хотя, почему? Может, я на каком-то АКИ другом зашел? Может, блядь, гляну, вот тут, 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 тут. А, здесь даже нельзя посмотреть, кто в игре что-то. Как себя-то посмотреть? Казахович, как себя посмотреть? Так, не эксус первого вердоса был, короче, тублирует пилон, стенка есть, все нормально здесь на второй базе. Через Старгейт играет, здесь скорость овером, ребятки, скорость линдом, третья хата. Ну, по рабочим вердос в плюсе 36-30, как бы. Ситуация стандартна для опроса вначале преимущество стандартного. Бустит еще раз пробок вердосец. Только вот это что за говноточка сбора, я что-то не понимаю, блин. Куда все едет, вердос, ты че творишь-то, блин. Непонятно, что-то вердос творит, как-то все уехало, хер пойми куда, блин. Наконец-то пробок заметил, перевел. Еще один овер нам шару минус, два овера, ребят, кто сбил. Вайлайт фаржа роба после Старгейта, но это стандарт практически. Рабочим 47, ну все, еще плюс вердос. Сейчас ему... Вот сейчас надо как-то уже шевелиться на третий нитку, стараться выйти. Ну, можно через 6 гейтов, да, выйти на третий, даже через 8 можно. Ну, через 8 надо будет агрессивничать, а вперед идти. Через 6 можно как-то вот аккуратненько копиться, раскачивать рабочую, треть закат сюда, перевести части, а потом уже решать, как бы, идти в пуш, как бы, с более сильной экономикой или нет. Тайминг, конечно, будет слабее, чем через 8 гейтов, но... Тоже рабочий, я думаю. Тайминг, конечно, будет слабее. Так, да мне нафиг сообщение, я просто хотел посмотреть каким этим я аком здесь сижу, или через сообщение уже кофе, какая-то главная игра, нормально, маком, оверсиро, минус вердос, делать все что-то, по лимиту прям все хорошо, овердоса. Так, бердоса делается шторм, по тоночке стоит, слушайте, ну, ну, вообще вердос как бы четко исполняет билд, хорошо, конечно, поактивнее оракулами работать, какую-нибудь призму делать, вот как корейцы на этой стадии. С одной стороны оракул, с другой стороны призма прилетел, два адепта там пульнул, рабочую парочку позабирал, и одновременно точно так же, как сейчас и развиваешься, собственно говоря. Так, еще плюс два гейта, 10 гейтог сейчас будет вернуться, я фнот на его месте не экономил бы на заказе плюс два грейда, потому что если придется отступить, то ты хотя бы будешь уверен, что у тебя грейды не просели, просто в клам все вообще абсолютно. Начинается движут, сколько штормовичков? Четыре, вот это мне кажется маловато, всего четыре шторма, как бы. Сдается мне, что может этого не хватить. Так, еще зилы фордовар, где зилки режут собак. Ну, 150-150, закажи ты плюс два, я ему наверху написать, почему он плюс два не заказывает при таких выходах. Да можно нам шара даже подогреть здесь, чтобы он это побольше там не начал строить с боевых, а самому перейти в манако, допустим, потом. Так, крипа вынес, чуть-чуть немножко на другом направлении. Идет сейчас с этого, опять же, сколько бэйнов есть. Один и двадцать три морфика, ребят, слушайте, бэйнов-то нет вообще. Так, поспешил вернуться штормами, мне показалось так. Ну, дил это прикольно, назад сейчас отвел. Вообще, куда этот шторм, бля, муха? Мало штормов, миг себе. Хотя, вот, осталось еще два штормомячка и... Так что, что держусь для дела? Да? Ну, и какие-то с куткими проблемы, как и раньше, походу. Штормы летят еще, керпойми, куда. Бред. Делать так, звуков надо отвезти на бэйнов, не кидать. Вверх, но все, вперед кидать, видишь, что бэйлингов немного. Но это минус нам шары, ребят, слушайте, хороший вертос здесь играет тему. Несмотря на что штормы куда-то вообще, керпойми, молоко летят некоторые. Ну, это победа. Это победа вертосу, слушайте. Ну, вертосу хорошую уровень сейчас. Стабильно нам шаров все, как-то, так шатает. А че, почему-то нет. Так, архон, этот минус сейчас будет, надо было призму было бы загрузить, увезти, как-то. Да, покрутил, таки нам шар. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Дима Тorzok. Так, да, голос ломается. Дима Тorzok. Так, голос ломается. 18 мне уже. Я ведь взрослый уже. И кидайте мне лавэ. Будет моник полюбэ. Вот такой вот рыпачок. И второй комп. А целоваться со Скалли там будете. Дима Торзок. И второй комп. Продолжение следует... 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 Промождение зданий на один пилон, форжа, твайлайт, гейтов, там 4 штуки и больше сейчас будет, архивы кампларов, все, 8 гейтов, овердос сейчас будет в ближайшее время, при этом всем рабочие строятся, и Нексус 3 тоже делает. В этот раз нам шар на 66 дронов, прям так рано вышел, намного раньше вердоса, но он может атаку вполне получить сейчас какую-то с насильным таймингом, там с несколькими архонами и морковыми призмами, призмами заказа, да, но это в стиле стация, билд вообще. Выход на нескольких и морковых архонов с хорошим доварпом, 8 гейтов, с хорошим таймингом, пробочек несколько перекинул, вот сейчас тут закончилось добавление рабочих, мне кажется надо, пока хотя бы здесь вот не будет на минералах 16, тут надо где-то до 60 доводить рабочих, стараться при этом тушить. Да, там часть юнитов не доварпишь ты, но зато будет и пуш мощнее, как бы точно на все хватать будет, и можно, ну там, удауты на отступления какие-то. Опять же, ну вот где, ну здесь более ранний пуш, здесь да, может быть плюс 2 и помешает чему-то там овердоса, но мне кажется плюс 2 надо заказывать, стараться. Особенно вот в предыдущей игре, потому билду 100 пудовую плюс 2 нужно, вот этому билду здесь более ранний пуш, здесь не факт, что плюс 2 как бы надо прямо делать твердосу. Бля, вот мне не нравится, когда так долго готовятся кушать, то вот часто с корейцей приходят, но он бы уже бы напал бы, понимаете, даешь время оппоненту своему. А там ведь какие бэллинги могут построиться там, гидры все больше и больше, а гидры как больше, это вообще печаль. Твердос на муже тут идет, чайц гидральского забрал, королев забрал, еще один минус гидрал, филд пошел, хороший филд. Бля, как зелки стрелаются. Иди ты филд, и ты протопчи уже, лимит боевой практически одинаковый. Архонов нельзя заливать вообще, ну либо ты зайди, либо зайди на рампу, либо вообще сюда несутся. Гвардиан не врубает, потому что сейчас Гвардиан пошел. Идет еще дальше наверх Вердос Архонов, это очень грамотно на Амшарх контролит, конечно. Тут у Вердоса кушат эти тягомотно, очень идут, конечно. Зачастую он даже в таких тягомотных кушах умудряется потом задавить. Но у Амшара сейчас будет усиление в виде 1-1 грейдов, там хоготь и гидралом. Мне кажется, прям жестко там супер не решит это все. Вот постоянно призман далеко от боя, вот Архончика туда можно посадить, корейцы ее прям позиционируют. Тут же статут, она где-то здесь постояла, отсюда Архонов хоп призму, если он там дэмэджи получает. Но без лимита уже больше, ребят, я зря беспокоился. То есть я не то, что беспокоюсь, я вижу, что Вердосу и так хватает уровня, чтобы пробрить. Но ошибки такие, считаю, надо исправлять и выходить на уровень еще более сильный. Так, плюс 2 Архончика. Третий побег. Бейлинги поздноват, брат Антебейна, что-то настроил. Тут уже, по-моему, никак уже не справится. Архон регенится активно здесь, смотрите. Уже 200 полей на регене. Ну, назад надо таких юнг подводить, чтобы не сбивать им реген. Все, бля, в одном контроле вперед идет, как мне тут один контрол бесит, прям, я не знаю. Ну, хотя Архонов-то и не надо никуда выделять, но вручную, вот же, бля, как можно не видеть. Выбирай мышкой, подводи назад его. Ну, понятно, что контроль активный, Катя живет, все это делает. То есть, специальный варп, дома что-то там делать надо, но... Ну, бля, ну, по-тому мне не понять вот эту тему. Бегал, 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 взял, ушел, перешел в шторм. Так, бля, делай ты плюс 2, вот опять же. То есть, прикинь, сейчас было плюс 2, ты делаешь плюс 3 шторм, ты просто доминируешь здесь, как бы, и по агрейдам, и по всему. Овердос на плюс 1 бегает. Ну, есть такие-то решения, принимаешь, думай заранее о них, как бы, в плане агрейдов. Нам шара, вот, пошли, смотрите, агрейды. Ты сейчас, а дождаться их, и будет уже... Да, ну, это все надо дорабатывать, вердосу, конечно. Не привык он в макро играть, вот он очень часто, он любит, он эти пуши очень сильные, как бы, а чтобы с них съезжать именно в макро, нужно именно потренить вот это съезжание в макро, соответственно. Так, зелки приходят на, получается, на 3 часа. Умени в хата. В это время вердос пробивает камни, идет вниз. Бейлинг выкрывает всех, где выход в одну же секунду, в ту же секунду. Бейлинг! Так, оверсиер минус, может через 12 зайти. Не, плюс 2 заказал вердос, но поздно, у него плюс 3 уже могло доделываться в этот момент с этим делом. Просто нужно понимать, что 150-150 вообще ничего не решает, даже в куша с трех базовым. То есть это один юнит, просто один, а ты вердос сколько ошибается, там и любой просто ошибается, теряют вообще. Так, 77-79, пошли штармы, штармы хорошие. Тут уже не только бейлингов вышел, а тоже тут расстановка приоритетов какая-то не совсем верная. Мне тоже кажется, что у вердоса в таких атаках, что я имею ввиду, катится на тебя там 5-6 бейлингов, вердос пытается их заштормить. Когда катится 20, да да, здесь гидры дофига, здесь уже на гидру не менее важно накидать шторм. В любом случае, я вижу, что хватает. Нам шар русский, в таком смысле русский. Остались одни и мы, но они расколбасили все нафиг с людьми, он вывозил, КП являлись. ДРГ нам шар пишет, отлично. Ну что, 4-2, вердос. Остался бразильский изи-фраг и элайф. А, так здесь 3 выйдет, чел. Так, вердос уже почти вышел, можно сказать, бразильца убить. А, он Чейза уже убил, нам же. А Макса, да Макса, да китайца надо убить. Америса, Америса. Это красиво. Иду на Амерису. Здоров всем еще раз, ребят, сейчас ждем следующих игр. Впереди вердос против Макса до ПВП и против элайла ПВТ. Потом, наверное. Может, ТП сыграю еще еще. Ну, а вы помните про Адлоки, подписывайтесь на премиум, не забывайте поддерживать мне мой канал. Это важно, безусловно. Очень важно. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, ну, вы видели, что я вернусь, пишу. А, у меня чай реально что-то поднапер. Сейчас я вернусь. Нам шар швед. И он рыжий такой, прям, насколько я помню. Сейчас я вернусь. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Тorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так, всё, я здесь О, опять у кого-то припадки тут начались Бля, кажется, я в игру не зашёл В чём подвох? Ну что, Тим Хаус, как бы, блин, ты можешь быть там в кое-скоку Не у всех эффект приходит сразу, на самом деле Пожил бы года пол, может быть, и дало бы Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем, ребят, создается хвост Я вот вердосу все про плюс два тут задвигал, вы сами видели Вот я не всегда не понял, даже когда сам играл Сейчас-то я просто уже не с позиции игрока, получается, да, к вердосу говорю То есть, ну, то есть, кто-то скажет, что там, он сам все знает, как бы, ну, это же, когда сам играл на уровне, там, самом топовом европейском, да, как бы, всегда поражался, когда игроки мы играли, бля, вот там, пуш идет, типа, не заказывай, great, и, ну, получается, что, как бы, так как там юнитов будет меньше, ну, 150-150 это, Это, а либо зилат и сантря, либо один псиштормовик и 50 минералов, как бы, либо там, что-либо, да все, больше ничего туда и не влезает, как бы, либо зилат, псиштормовик, а, нет, зилат, а, ну, да, зилат, псиштормовик, это, да, ну, допустим, как бы, вот, тоже, ну, то есть, что это вообще изменит, там юнитов сливается, то есть, а так у тебя плюс два будет, то есть, это всегда... Нормальная тема, а когда у тебя есть варианты отступить назад нормально, как бы, еще что-то сделать, то Это всегда лучше, короче Так, вот, все-таки, да, ребят Ребят Ну, предыдущие дни получше было, сейчас с горлом, вообще, беда Максимально экономлю, как бы, чтобы хотя бы что-то в игре говорить, силы Потому что мне больно, реально, горлом Черт, тут грипп, у нас тут вирус везде, как бы, вообще Все-таки меня стороной он не обошел, нифига Кроме температуры хоть особо нет ПОДПИСЬ, могло быть на дне Все-таки, да, люблетки, да, люблетки, да, люблетки, да, люблетки, да, люблетки Субтитры сделал DimaTorzok 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 делать каусу начать твайлайт можно через твайлайтовые технологии команда гера плавича звучит интерес не разима там нет кто кто воды братка будет смотреть это выход это лаева идет непонятный я здесь среди теней сталкеры спускаются на давать бой обязательно заходит твердос на тг инвазив ковым а тут твердос на ищих отобьется надо выводить и могла на фиг отсюда пробивает план короче убил пусть это почти что 1 0 если все четко делать робо-бэй почти готов на мои не все прикрыто тиран на двух цехов бомжует участку базис третий не хочет мудон бомбит прям как мудон не слишком выдается скажите мне это как бы нравится тем более коррекшон прям начел прилетел ливератор рэдос прогоняю слушайте 92 64 занятия вердос эту игру проиграет то вот то я хочу комментировать как один и может ставить фаржи нету пунктиграды вообще какие так вот рэндж а вот и фаржи подъехали ребят смотрите-ка отлично фаржи начинают делаться грады начинать делать минус ксм к на 3 базе stalker манинь между тут разведывается чем выход не сделать экономика хорошая все прекрасно просто не только 3 пока что плюс 2 вайлайт что делать гиты колоссы уже есть везде короче как-то такой щенец с одной стороны в макро реализовать хорошо с другой стороны мне кажется такие моменты нужно чувствовать к такой пуш отбил вот как вердос сейчас отбил да мне кажется надо стараться реализовать пораньше преимущество марик 3 погорела пилон уже невыгодно забрал весила и не особо выгодно я бы сказал вердос нам и возвращается масс пилоны пошли и в общем дефекта как медленно вердос выход куда ты лайва пошел так дестабилизатор для надежности будет сейчас колос убрали два колосса 4 мотку за повердосы ездить есть как северам толпы и виде твердос происходящий фикозный чашки путь для меня не за музыкой плохо слышно потому что у меня голос маленький сегодня тут уж ничего я поделать не смогу вообще думал может не стремить поберечь горло ну ладно думаю вердос играет надо застыгать вижу как-то так что от микрофона далековато так уже чуть ли не в плюсе без не пропадают не попадают а мин это жесть какая может зарядить дестабилизанты где вообще обсе вердос летает я не понимаю я не понимаю зачем вот так вот давать вот тирана просто с трех бас вот такую херью сбривать на 22 это вот самая блин грамотная реально все так просто стараются где зачем зачем давать ему шансы при этом всем вердос не ставить четвертую ну чё за бред как бы ставьте четвертую тогда и темписты бля хамуха надо два на три три заказывать там надо грейды продолжать делать а еще и темпистов вердос хочет настроить как-то по-моему нереально вообще нету с 4 не делает привет ну и толку вот один он летит дальше то что причем помощи нужен 200 лимит то есть дело-то в мясо обиды блин еще не готов 3-3 вердоса калл молодец вот хорошо прилетает конечно дестабилизатора спора нет надо темпистом начинать шатать или чем-то там начинать шатать своим зилтам по-моему прилетело больше чем в лайву сейчас сникер пошел под минус броней все но вердос мясо по-моему все убирает грейды 22 решает 22 выла его еще нет грейды вот время отменять грейды атаку азбушную не отменил зато броню вторую отменил атака там на второй где-то делается вдали ну что ну тут уверенно прям вердоса взбирает и лайва как я посмотрел минус 2 гаста 10 цех у третьего можно сбрить еще один темпист прилетает 3-3 бустится не не бустится ну для иникса 4 как эвакуировать тела умудрился рабочих часть убить сцепку первых дубов как грейсиный период по админке под либераторов вот у слишком много доста и мордвы поливая 4 штуки прям замечать ну вот вы говорите да недочеты до ошибки life 01 ребят вердос ведет молодец а Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Здесь два газа, слушайте, то есть факторка ранее, но барак-то на второй вообще. Проверить, может, на второй здесь. Виртост решил, чтобы всё же контрить на изи, что-то так. Так, ещё один пилон факта строится. Продолжение следует... Делается рипер, ну, короче, стандартно, лайф играет, то есть это агрессийскими теминками, по-видимому. Не знаю, как вердос это всё в контрить. Густамадепто пока что он контрит. Ну да, варп заказать быстрее, сейчас вердосу как можно быстрее. Не понимаю, что он варп делать не собирается, что ли, дорог спиритолог вообще. Здорово всем. Робо, робо правильное решение, оно очень надёжное будет, если билдоксер. 17 пробок-то, наверное, на второй переводить. Так, прилетает рипер номер один. Так, вот циклон делает, через 8 секунд будет. 2 рипера циклона. Слушайте, опасный тайминг, потому что до робо ещё 6 секунд. Циклон уже готов, он уже если заедет, как-то. Вот. Бустится иммортал, делается сталкер. Сейчас 2 рипера циклонут, они, блин, могут, пока иммортала нет, его 20 секунд ещё не будет. Здесь нормальный дамаг нанести. Кто-то не покусит ещё рейд. Где-то бы улетели, а. Что творится, вердосыч, что ж ты делаешь? Ещё эта говно уехала. По крайней мере, живой. Спасибо, что живой, как говорится. Может, подпушит, просто сейчас иммортал попробую. День 3 не добавлены. Так, выйдет 2 циклона, вердос. Так, выйдет 2 циклона, вердос. Всё-таки рейпер, эвердос, 1 аус ловил. По лимиту в плюсе, везде в плюсе. Правда. Да. Возьмите. Возьмите. ЧТО. Cova. Возвращение он. Возвращение он. так здесь плюс 2 барака ребят на одном реактор только делается starport и девайки строить часть им будет готов уже нашел а в севере лайф застанет убил просто немножечко в плюсе по лимиту сейчас доделается ему тут третий будет колодц видимо заказан уже просто него нет конечу газа не хватает по ходу до у кого сделает плюс один делается не знаю можно range можно чаш заказать например так вердос видеть что лайф долетит 20 клонов медиваки и выход основном идет снизу там получается колосс еще не готов но очень скоро он будет готов уже здесь вердос абсолютно достаточно всего чтобы подбиться тем более батареечка есть так нам и не циклоны это это очень неприятно очень быстро пробивает а еще с пилона отключится 3 гитара оба вот знаете я хоть и спал он классический а кто-то павел вердоса здесь как бы это не супер сильно не зарешает но по лимиту вердоса уже меньше чем мала его и то все три штука сейчас плюс два ничего будет у кого вперед будете как-нибудь а как ты плыдешь вперед хрен даже знает как рабочих на 10 меньше это вообще фейл в этой игре гигантское отставание умер до станка цеха уже снизу но это не значит что нельзя сейчас выйти и убить лимит боевой пока больше вот начинаются дропа пока они уже там будет стабильно летать может быть уже как бы и не отойти то будет отсюда я тут решил блин блин к интересно киша обдавину здорово керыч так вот дропа летает водится армия рядом улетел дальше то улетела практически плюс 2 вердос делает тоже важно вроде кричите армия рядом но при этом напрягаете лайк умудряется короче шанс единственный выход тут и сделать и пробить плюс 2 вердос то есть начинают уже движение вперед какое-то тут я смотрю вот она делала армия стоит я здесь среди теней надо брать все чё здесь то группа такая гигантская стоит не понимаю пля и пол армии стоит ну чё вердос творить я не понимаю тюкл он баску уже биться собирается вот наконец туда выводят все хорошо как зарядил дестабилизатор и колосс жив остался вот это хороший бой от вердоса и плюс 2 доделался грейту призму прострал с призму прострал конечно для вердоса ой как еще прилетела прям царские ой как еще прилетела прям царские слушайте ребят минус улазь сидел сидел но вот это в стиле вердоса отсидеться и пойти убить нас стабилизатор вообще молоко шмальнул агрессивный блинк под либераторов хороший блинк либераторы падают еще один залп дестабилизатора сталкера от блинковых назад 8653 вердос 2-0 неприятно смотреть да есть не за счет в игре но я всегда другим стилем играл например не таким как вердоса ты его стилем шарит в нем у него все отточено 2-0 красавчик остался макс от хочется даже поболеть поорать но горло болит очень сильно только импакта пока вердос отлетел от импакта это уже обеспечивает вердосу выход из группы но он может даже с первого теоретически выйти еще если лайф одну там импакта убьет например так хочу макс и по не успел послать на максетт в игре ищу а максе Snap's шаром бьются Да я всю неделю заболевал Вчера все-таки заболел Горло вообще опечалилось Ну продолжаю вас радовать Короче стримами Не знаю какой счет в этом матче Признаться честно Вот Ну а вы помните На Моник сбор идет Для нового компа Так что поддержите меня мой канал Открытую 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 Смотрите продолжение в следующей серии. 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 Левердосу крайний матч заключительный в этой группе. Левердосу на часик красный-желтый максов на 7. Левердосу на пробочку уже больше на одну, кстати говоря. Причем стабильней. Левердосу через двух сталкеров начинает максов талкаться. Из разведки играл максов? Они разведывают до сих пор, кстати. Пора бы ему валить отсюда. Левердосу на часик красный-желтый максов. Левердосу на часик красный-желтый максов. А здесь Нексус еще пока и не планировался. К счастью, а люди, правда, скоро вперед полетят. 75 энергии плюс адепты. Ну, адептов сталкерами изи законтрить. Можно, тем более, в три штуки уже. Ну и главное, оракулу нормально принять. Так, здесь Шеверл готовит, робот готовится сделать. Так, пробка пилоном блочке краса адептов в рыв будет. Здесь пробка. Поехал, видите, полынь, что ли, какой-то вообще? Нет, кто-то будет строить еще максов или нет? Так, ну вот, иллюзии подлетают. Левердос, наверное. Да, может, и лучше было их запустили. Две пробки на два адепта. Да вообще нормальный размен. Левердос держал так, понимаете, здесь пилона нет. Вот здесь прикол в чем? Был бы пилон, видно было, как иллюзии подлетают. Тогда и время на реакцию больше здесь. Элементарно, да, как бы. А здесь пилона нет, ты видишь адептов, вот, когда они вот здесь вот уже появлялись. То есть это надо меньше, чем за секунду выбрать пробку и поставить пилон. За доли секунды, да, это, ну, практически нереально. Так, почти блин готов. Два оракула уже здесь. Левердосу бустануть бы еще раз блин, он решил бустануть немножко этих. Рабочих бустануть еще немножко. Ну, тоже как вариант, блинк. Буквально там через 7 секунд, вот, тут Макс отзалетает. 5-4. Блинк, вердос, блинкайсер, хорош, царь. Вообще ушатал нахрен оракула. Одного, второй или живой ушел. У Макс-то там фаржа, правда, делается. И морковый, ну, то есть, тут еще есть для него аут и вполне. Ну, вердосу можно как-то и, я не знаю, в третий нефтус выйти пораньше. Чарж там сделать пораньше, там, не знаю, фаржу также ответную поставить. Что-нибудь-то надо как-то, ну, реализовывать-то как-то надо. Смотрите, где оракул. Да, че вердос боится-то? А, ну, он побоялся, что. Можно было и сюда выйти, попробовать, перехватить. Красавчик, вердос. Макс, это теплый вообще, я смотрю, ну, как таким теплопраздником можно быть реально? Такой, типа, хитрый летает, и понимает, что увидит пилон, и все равно залетает сюда. Он что, думает, вердос, бля, мертвый, что ли, не сможет двигаться по нему? Ну, вердоса демонстрирует, что он не мертвый, блинкается, сбивает, все. Два оракула, два адепта, ну, на четыре фрокки разменены. Очень хорошо. По-моему, для вердоса. Также фаржа, также плюс один, чаш уже делается. А, нет, да, делает чаш, архивы тамплара почти готовы. Нархонов можно заказать, что будет. Готов третий нексус. Плюс пять диток, где сейчас максов будет, короче, агрессивно действовать и идти вперед. Прикольно, кстати, даже на карте выглядит, прикольно. Так, чик-чик, две ПТ-шечки стоит. Можно его накрыть будет при выходе на третий нексус, просто вот и все. Ну, он двухбазово играет, как бы, если он хочет сам вердоса прессовать. То есть, прикиньте, насколько у вердоса все лучше. У вердоса есть третий нексус. У вердоса раньше заказаны гиты, чем у макси. У него восемь гитов, при этом раньше, у него раньше чашки, у него есть плюс один, а здесь, а, здесь уже есть плюс один. Плюс два не делать. Ну, единственное, я подойду, макси впереди. Я думаю, это изи катка, первая для вердоса, как бы, все в порядке. Другое дело, что не у Сталкера, которые не суперсильны против Архоны и Морквы. Но здесь тоже есть Архоны и Морквы, поэтому Сталкеры, наоборот, здесь очень плюс будет. Почему? Потому что они могут где-то как-то сбоку дойти по измуту, кустам, которые в бою. И пробок больше у вердоса. Пока наглую, вот, сильнее выглядит. Начинается движение, макси отойдет вперед, вердос ждет. Так, вердос, вот, ушел, бам, пошел. Пошел призму лавить, одеть ему в лоб, а так, это же, вот, это опасно очень сейчас для вердоса, он что-то как-то... Неаккуратно здесь, я бы сказал, действует. Вижена никакого нет, взял, ушел, что творит вообще, херная, с вердос. О-о-о, пошла, атака, вердос, реагирует, е-мое, ты что творишь-то, блян? Ой-ой-ой-ой-ой-ой, Сталкеров назад, надо бежать вращать. Надо блинку цепризму сбить, избежишь цепризму, братан. Что я сейчас вижу вообще? Дайте мне это развидеть, вердос, только не сдохни ты. Все, призму сбито, это все нормально. Здесь призму здесь нечего ловить. Да и сейчас призму, макс не отдал, вердос вот проиграл. Радежка две минуты примерно. Регля, макс, пишет. Вирдос 1-0. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Видит вердос 2 гейта. А чё за бред вообще? Бля, ну это ези-катка должна быть. Просто запилить, короче, с кибернетки батарейку и всё. Запилить сталкеров. Задача вердоса делать сталкеров сейчас и батарейку. Всё. Макс что-то застроит. Я ещё не понимаю. Бустится. Один сталкер. Здесь пилон у Макса. Ну это чтоб наверх атаковать. И тут он уже не старается. Китайской, как бы, это очевидно становится. Абсолютно. Чё вердос ездит? Ещё один гейт ставят. Зачем ему ещё один гейт? Бля, запилить и батарейку. Не жалей ты рейсов ему. Какой гейт китерам собачьим. О! ИГ-мак. Да, стройка языка. И вот это... Такую я люблю тему, короче. Так, вердос хочет скайп зайти ко мне. Так, здоров Артём. Ха, я чё-то ещё угарнул в последний катке. Ща, погоди, я звук подправлю. это что было это просто это домой это в китае это 20 он хотел адепта провести как бы не смог написал про это стиле как давно в белгороде на буткэмпе тренин стоит там короче колдун играл два гита центра и я понял к что он просто делал стенку за любую расу короче он приходил и сразу вливал там 5 каток подряд тут типа того что-то произошло ну слушай я всех покарал короче я в первом не хожу потому что но там на там две ничьих у получается там уже все там я его его по личному это не ваш проиграл даже импакт проиграл даже не просто импакта две ничьих я думал бы раз нам шаром а он вообще на от нам шара улетел короче а слушай значит нам шар выйдет наверно импакт и лайф максит наверно не выйдет ну никого макс максом каун никого не про через он только победил все даты с первого получается его и компакт или лайф нам шар так получается такая лайва импакт выиграл очень понимаю они походу не играли с этим может быть надо посмотреть будет часто до слушай но я получает 108 уже попал то есть призы 25 бак ну все уже уже считай втащил турик они расслабляться нормально нормально сыграть опять же короче раз голосом связались ну почему ты плюс два не делаешь объясни короче да как-то я не успевал на самом деле аладдер тренирую я там делал тоже не очень быстро ну там заказывает там 20 30 дергать а когда на турнире играешь там хочется прям вот идеально что-то исполнить и как-то не до грейдов то есть ты его да я допустим лайвом заказывал один игры там с этим максимум заказывал грейды как то есть у меня на самом деле нормально встыков нет просто тут именно то что было не до грейдов то есть я да я знал что можно заказать не забыла просто хотел инвестировать какие-то другие вещи вот прям вот сейчас то есть например когда играл вторую или первую с нам шаром а где штормами играл сразу а мне хотелось побыстрее накопить перед массу штормов там чтобы много было там у каждого психа типа по по два шторма там вот это все и как-то было не да тоже не да а потом я пошел уж когда уже мог 20 заказывать в этот момент короче у меня я смотрю в армии нет ни одного архона и мне газ нужно был на архону я как понял все но мне так и показалось еще и хотел сказать тебе не там зрителям а тебе мне так и показалось что это не недостаток там контроль или что-то просто привык что ну так делать и какие-то обстоятельства привели к тому что там не закалал то есть на просто привыкнуть что вот плюс один есть сразу плюс два то есть ты пуш пошел и года но решение может его даже не пустит там как бы просто да понятно поэтому нельзя было я уже в атаку вышел у меня было хотя бы без двух архонов нападать а как бы ну и пришлось вот так пропускать то есть я не заказывал второй грейд там будет поэтому доказал уже потом позже вот но я кстати не ожидал что я выйду из этой группы то есть особенно просто как я вначале импакт сливы 2 то есть импактом я вообще не понимаю как там происходит с ним игра то есть мне казалось что я должен вообще его разбирать и как бы в обоих играх и не разобрал почему-то может не на контроль был еще что и так получилось что я племму 2 хотя на самом деле я думаю что вторую карту я точно мог выиграть я под демку посмотрел и там я просто если больше заказал рабочих ну вот так же пошел за ручки побежал делал бы фейк уж но заказал бы до конца рабочих их шторм и шторм начал бы переходить то я по наверно мог бы выиграть по лимитам по рабочим ситуация равная была это как для прод ну да я знаю что смогу сказать по второй игры и за согласись с этим моментом или нет у тебя вот как бы бывает к ты в пуш идешь то есть я как бы летит призма да ты часть да унитов варпишь сюда часть сюда в итоге там это все подтягивается короче и я читал там два зелка добегает и все вот ну и бывает и момент шутя как-то призма там ну позади остается как бы и где можно вот обратимые как он там стас делает он она у него рядом с боем то есть ну не прям самому бою но иногда там бывает момент что там архонов начинает менять это так там другая ситуация он играет через торги и против торги то не делают роучера вагеров начали то есть я играю через быстрого и там стандарт про учера ваше вначале потому что от морду уши можно ответить там ну и mortal адепты центре что-то в этом роде вот и у меня просто рискованно держать призму рядом потому что почти всегда против меня и провагеры и если он кинет шоты в призму я солью это это еще хуже будет то есть какой-то особенно здесь когда я на пинге играл я вообще не рисковал иногда конечно когда я на европе играя там подвожу поближе то есть здесь именно из-за билдов тушь мой стиль как бы он вынуждает дергара лагеров заказывать поэтому у него всегда есть вонючие на лагеры которые могут короче призму понял ну так тогда лучше подать держать иногда с не уверен что успеешь сложить парам я еще кстати поддержал канал на 1000 рублей гуали она красавчик красавчик гуали твой критик он просто спрашивал стриме что или нет я думаю что ты не стримишь как бы она пацаны за рекламе или нормально все короче спасибо гуали этот короче просто к чему говорил под поводу того что ну вот юниты подходят то есть бывает пока ты копишься да как бы там за руку даже перестроиться немножечко не ну то есть может как-то отработать вот эта штука я гид и открылись то есть чуть-чуть подкопить прилетел в призму как бы дал сразу 8 юнитов ну там до варка чтоб удобнее просто получается же ты потом у тебя по-разному к дешится то есть ты там здесь в одну то есть по три по четыре варпишь надо сильнее отвлекаться а так прилетел на призму сразу весь вардал и уже полностью набор на это это имеет смысл проблема лишь одна я это как бы тестил у меня получалось так что все равно потом варту каких психов или центре и там идет растинхрон повар но это да там все по разному типу юнитов да тоже как бы есть как бы а из-за того что я в пульсе использую иногда мне вообще вот надо срочно внутри до варпать то есть я вижу что у меня я допустим как бывает прихожу иду на верка он где-то меня в центре начинает ловить я туда не отгораживаю его там часть ручи убиваю но в этот момент я понимаю что у меня филд это как бы там не закончились их там уже один филд 2 и варде вошелся надо под варпать и что при следующем контакте я еще раз в от гаражу и из-за этого сейчас про синхрон приходит и наоборот вот когда я например пушил нам шара также трех двух с половиной бат то там была качество что я увидел что у него есть очень много гидры а когда вот такой стек гидры надо архонов побольше они как бы нормально так давит друг и я тогда до варпал гидру и архот не получается вот эту синхронизировать потому что них разный тайминг юнитов я не только я только начинаю синхронизировать когда я точно вижу что в руче вот чисто ручи не пытается кайти зерк а у меня есть филды и тогда я могу до по 8 делков просто варпать это идеальная ситуация но это даже скорее в депринте бывает чем баталь потому что ручи мы стараются просто иголами атаковать вот в общем ситуации много просто с импактом еще там у меня connect тяжело как-то играть было не потому что не разыгрался еще что-то у каши отсылая вам я тоже чувствовал что конец плохой но пишу не он тоже не мог открыть как бы он там левался дидра вторых на кого-то этим с импактом он как-то умудрялся все-таки контролить хорошо и вот этого зарешал плану ну импактор и чудо нового его убил тут инфа подошлила в общем-то по ходу ребят все закончено в этой группе я так понимаю больше нечего смотреть особо артем с первого места получается вышел то есть не знаю как там по дням когда там это будет все play-off но обязательно будем стримить но так как группа до 27 апреля играют уже после 27 все будет я так понимаю вот так чего хотел сказать так то я а сейчас даты мне кто-то кидал ну да там будет на следующей неделе получать сейчас этот иди писал а до первый день плей-оффа будет 28 вот короче вот так варить следующая суббота можно подготовить там еще будет две группы от нас блайн его еще пока просто нет но там будет группа с боем он тоже проходил выходить на квали одно играли и в финале я один-два боюсь и но он тоже прошел и будет играть группе c или д понятно слушает как его варди викли не участвовал я не так много турниров играю потому что но я много ладар тренируюсь и готовлюсь к турнирам сейчас пока что много турниров от алекса 007 будет и поэтому я но не играю все подряд турниру то есть не вижу смысла если хочешь турнир сыграть нам как бы ну хотя бы день как-то подготовить выделить под это отдохнуть на предыдущий день поменьше поиграть а если ты 40 игр играешь допустим один день а следующий день у тебя вряд ли получится хорошо сыграть то есть вчера я например сыграл меньше 40 игр от 3 то есть если я сыграл вчера порог как обычно то я бы сыграл гораздо хуже об уставшим а я там пораньше лег спать там отдохнул с утра пораньше стал раскликался то есть много нюансов которые позволили мне играть получше но так вот каждый день это то что турнир я не могу каждому готовится играть но там хотя бы даже не на максимум да хотя бы ну более-менее полную силу если я буду просто по посреди тренировок играть то скорее всего буду их там большинство сливать потому что даже на лагере видно прослеживает когда много играешь больше поражений но это нормально то есть это такой рабочий процесс но винрейты явно ниже получается то что уставший игр много информации много обработать надо вот поэтому я склоняюсь что надо играть онлайн турниры молодцы как бы умеренно не ну как все это абсолютно тяжело просто набрать тот же бланка максим устраивается откатать и в итоге ну то есть по деньгам получает что оттуда состреет отсюда состреет там по чуть-чуть к его но упая блайка не 3 и он как бы на своем скиле у него там иногда поднимает чуть-чуть как бы там тренинга но так-то он обычно могу не очень много играет ему это удобно а я сейчас пытаюсь как бы поднять уровень чуть-чуть хотя бы то есть вот именно наработать а это можно только массы играми делать потому что ну вот нужно по-любому то есть тут все сразу тренируется и выносливость и так далее то есть качество игр но любом случае когда по 40 день играешь что конечно качество падает и тут ничего не сделать ну и соответственно если от турниры буду играть они тоже будут низкоксортные игры поэтому как бы играю но я думаю что где-то один раз в неделю оптимально играть какой-то онлайн капчика еще там один раз кое-нибудь снг капчика что-то в этом роде и чтобы не привезли не перенапрягаться нервничать 6 на мост играх играть там онлайн кап можно быть каком-нибудь гоблину 02 или лель кадилов 02 бомбану поэтому лучше и не париться как раньше когда еще играл там ну сам помню что же в томате глухой сказал так шли одновременно там играешь в одном на турнире отлетел плюнул там в другом типа стал играть кабину сейчас не часто вот еще кстати кто в качестве шат ладер на европе очень сильный бывает я вот играл 10 игр подряд и у меня оппоненты были только нет showtime степана блайнер и вот такого уровня то есть просто 10-15 игр подряд сейчас все тренинг жестко помню воля к игралка там кто в 10 сидишь там гмл те же уже нижняя то планка там как бы но он меньше становится постоянно с одними и теми же людьми как бы попадаешься фактически то есть этот тоже немножко напрягала на самом деле всегда ну а чё делать вот а еще кстати лагер жестче стал там даже стирал слил 300 ммр то есть его было 7 450 и сейчас 7 100 с чем-то то есть тот же сол он прошел бы по номер рейтингу но было около 7000 там 6900 когда был там же 4 от ладнера походил чувака в челленджи соус был один один был 6900 сейчас у него 64 то есть ладер а мне не знаю что произошло сейчас все очень жестко тренинг и то есть у всех ммр упал и видно что прям мясо идет какое-то могу это вид но на европе мне кажется в течение года такого не было что вот такой миссис ты уровень прям у всех консервирования сейчас вот с иначе начнутся как раз там этот реплеи пошли там тоже чего говорить нам нам это вот не забудь на этом турнире вот я чего-то тебе хочу хотел спросить надо запилить турнир там на десятку вот какой-то вот я хочу запилить счастье денег тех вот здесь пока что я смотрю прям турниров так до хрена короче ты там следишь как бы за ними члены как-то дату выбрать примерного хотя бы когда там что делать на турниров очень много и кстати вот есть еще ты можешь если будешь пилить турнир сейчас это кино есть вот такое расписание ну наверно там можно и в чате потомки вот это пока вскайпе да ну паре вот здесь есть такое описание премьер лига от алекс 07 лишь там даты матчей все вечером происходит там кэши есть перерыв то есть но много дней как все это вечера вот нам тоже на учитывать здесь все папа снг град считая и считая играет 8 игроков они четыре игрока в день вот и и получается что нужно как тоже надо учитывать что если там играет хоть блайка с хеллрайзер и я то наверно не стоит онлайн турнир делать лучше лучше там 8 начинается в какой субботу то можно и там два-три часа дня начать например вода или или закрыть какой-то день когда там но есть там до ларди игроков как пофигу играем снега пацаны как то есть но там как пятница четверг там допустим то можно и так но я с юрой там поговорю чего не заперю кого может было я тоже напишу он там все турниры почти играет знает почти всегда чего когда идет вот в общем все давай тогда спасибо что пришел на стрим короче сюда вот удачно там клей-офф отыграть и все турики остальные тоже давай пока пока так спасибо вердосу ребят чем чё ребят топ старт делающих на ладор несколько точек скатаю ну а дальше там посмотрим чё к чему